В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. С начала года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Ну, я думаю, это привьется вот эта вот система правильно, не будут мусорить. Сотрудники Госадмотехнадзора совместно со съемочной группой телеканала Видное ТВ провели спецоперацию «Опасная кровля». Кто здесь собственник здания? У вас на кровле сосудки. Ученики начальных классов школы Ленинского района приняли участие в региональном отборочном туре 4-й Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям. 3D-ручкой и 3D здесь можно сделать что угодно, что ты захочешь, если только научиться этому. С нового года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. И несмотря на то, что новые правила не очень сложные, и о них много рассказывали в СМИ, многие жители предпочитают обращаться с мусором по старинке. Наша съемочная группа в сопровождении общественников и представителей УК ЖКХ провела небольшой рейд по обновленным пунктам сбора мусора. Его итоги в нашем сюжете. Начало года традиционная исходная точка для воплощения новых планов. Строились они и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Теперь места, куда граждане вносят отходы, имеют совсем другой вид. С 1 января у нас начал вывозить мусор региональный оператор на территории Ленинского муниципального района. Установлены были бачки серого цвета, синие контейнеры поставлены для чистого мусора. Действительно, не ради цветового разнообразия, а для разделения разного мусора установлены разные по цвету контейнеры. Несмотря на то, что на них указано, для чего каждый предназначен, существуют нюансы. Один контейнер синего цвета, туда жители складывают чистый пластик, чистый металл, чистое стекло, чистый картон и бумагу. Все остальное – это грязный мусор. Все идет в серые контейнера, либо в мусоропровод, у кого он есть. На пункте сбора мусора у дома номер 82 по улице Школьной, увы, знакомая картина. Рядом с новыми контейнерами беспорядок. Мешки со строительным мусором, автомобильные покрышки – все то, что жители обязаны утилизировать самостоятельно. Тем не менее, многие граждане уже пытаются соблюдать новые правила. Синий контейнер забит под завязку. Или почаще надо менять, или вторую поставить. Потому что нас много берут люди, я смотрю, в магазинах много берут воды. Такая ситуация почти повсеместна, и для того, чтобы ее изменить, тоже следует несколько поменять свои привычки. Контейнеры с грязным мусором вывозятся ежедневно. Контейнер с чистым мусором вывозится только два раза в неделю. Но, как видим, он уже полностью забит. Это все потому, что, когда выбрасываешь пластиковую бутылку, нужно использовать определенную хитрость. Выпустить весь воздух и затем закрыть крышку. Тогда и места в контейнеры будет намного больше. Вторая причина, что синих контейнеров не хватает, то, что граждане пока еще не до конца разобрались. Что не всякий пластик, стекло, бумагу или металл следует сбрасывать в него. Многие бросают канистры из-под масла растительного, да, бутылки. Либо канистры из-под масла машинного – это грязный мусор в серые контейнера. Коробки из-под торта – это тоже грязный. То есть жирные, грязные коробки, пластик, он не идет. Салфетки, средства гигиены, они идут в грязный мусор. В дальнейшем мусор будет перерабатываться раздельно на специализированных комплексах. Теперь бумага, металл, пластик и стекло не останутся на свалке, а вернутся в производство. А это прямая польза для экологии. Ну, я думаю, это привьется, вот эта вот система, правильно. Не будут мусорить, не будут, все будут складывать. Вот я вышла, я выброшу, конечно, сюда. Увы, но пока не все настроены так же. В одном из дворов мы увидели вот такую неприглядную картину. Людям просто лень нести мусор до контейнеров. Какой уж тут раздельный сбор. Тут в пору о культуре вопрос поднимать. А потому региональному оператору, по жалобам жильцов, приходится и эти импровизированные свалки убирать. Не все жители носят нас на площадки мусорные. Вот они вот просто сбросили здесь и все. И что, вот каждый день выезжаете сюда? Вот как вызывают наши региональные, вот приезжаем. То есть, ну, как я понимаю, довольно часто? Да, да. Каждый день. Судя по подобному отношению некоторых жителей к своим дворам, привыкать к нововведениям нам придется долго. Идея хорошая, потому что Европа уже давно перешла на раздельный сбор мусора. И самая главная проблема, я думаю, в нашем городе будет в том, чтобы приучить, объяснить жителям, как пользоваться этими нововведениями. Ну, и на ваш взгляд, сейчас пока первые дни получаются у людей, нет? Я думаю, что пока нет. Если у вас возникли вопросы, связанные с вывозом мусора, звоните региональному оператору по телефону плюс семь четыреста девяносто девять четыреста сорок четыре ноль один семьдесят три. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники Госаднотехнадзора совместно со съемочной группой телеканала Видное ТВ провели спецоперацию «Опасная кровля». Внимание привлекли нежилые объекты, на крышах которых имеются большие сосульки и снежные шапки шириной более 20 сантиметров. Что показал рейд, чистятся ли крыши города Видное, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Кто здесь собственник здания? У вас на кровные сосульки. В зимний период это один из самых актуальных вопросов, с которым сотрудники Госаднотехнадзора обращаются к представителям торговых предприятий, чьи крыши изобилуют ледяными образованиями и снегом. Благо большинство собственников на претензии инспекторов реагируют адекватно. Мы уберем все. Вы передадите мне? Да, конечно. Я тогда давление оставлю, значит, и приедет уже руководитель, значит, будет принимать меры воздействия. Ну да, мы примем меры, конечно, все это уберем. Отговорки, почему собственники зданий не убирают сосульки и снег, разные. Самое распространенное – чистим, но после недавней оттепели еще не успели. Ранее убирали, они снова образовались. Было тепло. Когда строили здание, видимо, крыша теплая, и получается, что тает снег. Теперь какие ваши блудественные уберете? Конечно. Спецоперацию «Опасная кровля» инспекторы проводят ежедневно и каждый раз встречаются с нарушениями. С октября прошлого года на территории Ленинского района их зафиксировано более 30. В случае выявления на крыше сосулек и снега шириной свыше 20 сантиметров сотрудники Госадомтехнадзора штрафуют несовестливых предпринимателей. Наказание двух типов – предупреждение и административный штраф от 15 тысяч рублей. Если юридическое лицо устраняет правонарушение, это смягчащие обстоятельства. По коду административного правонарушения, соответственно, юридическое лицо получает предупреждение. Но в дальнейшем, если будут еще нарушения, соответственно, это уже отягчающие обстоятельства, то есть повторность правонарушения, уже будет административный штраф. Внимание обращается и на пешеходные зоны. Зачастую они бывают неочищены. Хозяева нестационарных торговых объектов, расположенных на остановках, также попали в список нарушителей. Еще больше бросается в глаза, когда один павильон засыпан глыбой снега, а такая же палатка напротив полностью очищена. Это может говорить исключительно о сознательности собственника. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. Ученики начальных классов школ Ленинского района приняли участие в региональном отборочном туре 4-й Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Мероприятие прошло в Видновской школе номер 5. Ребятам предстояло за 4 часа с помощью 3D-ручки создать объемную фигуру по определенным параметрам. Приобщилась к технологиям будущего и наша съемочная группа. Олимпиада по 3D-технологиям началась с инструктажа, ведь основной рабочий инструмент здесь – электрический прибор. Можно и обжечься. Ребят разделили на команды по два человека и предложили создать с помощью 3D-ручки одну из композиций на выбор. Давайте в течение пяти минут вы сейчас ознакомитесь с заданием. Я подойду к каждой команде с экспертами и мы с вами запишем, какое задание будете выполнять. Сперва школьникам нужно было нарисовать эскиз на бумаге, а затем сделать его объемным. Олимпиада по 3D-технологиям проводится в Ленинском районе впервые, но уже вызвала неподдельный интерес у школьников, их родителей и учителей. Работа с 3D-ручкой прекрасно развивает абстрактное мышление, мелкую моторику и творческие способности. Педагоги считают, готовить инженеров будущего нужно уже со школьной скамьи. Они начинают на плоскости, а потом переходят в объемное изображение. Следующий шаг – это 3D-моделирование на 3D-принтерах. На 3D-принтерах печатается буквально все, начиная от тортов и заканчивая протезами в медицине. В Олимпиаде приняли участие ученики начальных классов школы Ленинского района. От пятой школы было больше всего ребят, что неудивительно. Именно здесь с начала учебного года работает кружок по 3D-моделированию. Мы начали с рисования плоских фигур, рисуем по трафарету, и затем у нас получаются такие необыкновенные поделки. Сейчас уже с течением времени мы переходим к объемным фигурам, и это тоже интересно, так как можно создавать не просто поделки, а вот именно те предметы, которые пригодились бы в быту. Мы, собственно, проводим эти мероприятия, чтобы они посмотрели на себя со стороны, как у них это получается, чтобы они могли сравнить себя с ребятами из других школ района. Ну и, конечно, цель наша не просто в районе проучаствовать, но и выйти на регион. Гришу Буслаеву сложно назвать новичком в 3D-моделировании. Он уже несколько лет работает с 3D-ручкой, а в этом учебном году начал ходить на кружок в родной пятой школе. На Олимпиаде вместе с партнером по команде мальчик решил сделать дом в виде барабана. 3D-ручкой здесь можно сделать что угодно, что ты захочешь, если только научиться этому. Одна из первых поделок – это был миньон. Я взял салфетку, сам манул и образовал 3D-ручкой нужными цветами, проделал руки-ноги и получился миньон. Работу участников Олимпиады оценит экспертная комиссия и по результатам определит победителей, которые получат дипломы и кубки, сделанные на 3D-принтере. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наша страна давно имеет славу лучшей в мировом балете в Ленинском районе. Этим видом сценического искусства активно занимается преподаватель танцевального ансамбля «Мелодия» Ольга Севелькина, считая работу своим призванием. За 40 лет у нее было более тысячи учеников, а недавно Ольга Анатольевна в числе других своих коллег была признана лучшим педагогом региона. Порядка 40 лет Ольга Севелькина учит детей балету. В минувшем году исполнилось 35 лет танцевальному ансамблю «Мелодия», которым педагог заведует со дня основания. За это время более тысячи ребят благодаря своему наставнику полюбили искусство балета. У многих из них уже выросли свои дети, которые теперь тоже учатся балету у Ольги Анатольевны. Некоторые из воспитанников работают в профессиональных коллективах не только районного и областного уровней, но и всероссийского масштаба. Они конкретно, мне бы очень хотелось сказать, что это невероятно увлеченный творческий человек, но о том, что это высокий профессионал, я говорить не буду, и что талантливый, это все понятно. Но вы не представляете, что она одна много лет держит такой большой коллектив, очень много групп, от маленьких детей до совсем уже взрослых. В декабре прошлого года Ольга Анатольевна была удостоена премии губернатора Московской области. Она вошла в число 20 лучших педагогов, фактически став первой в регионе среди преподавателей балета для детей. Полученная премия будет направлена на развитие танцевального ансамбля. По мнению педагога, к этой победе был причастен весь творческий коллектив, ведь без него дело всей ее жизни было бы немыслимо. Наверное, с самого рождения, в общем-то, это моя основная цель моей жизни. И мой образ жизни. Но я бы хотела сказать, что не было бы такого успеха, я не считаю это лично своим успехом. Я считаю, что это большой успех большого коллектива. Танцевальный ансамбль «Мелодия» под руководством Ольги Анатольевны становился лауреатом районных, областных и международных конкурсов. И всегда их выступления яркие и необычные. Так, на конкурсе в Словакии танцевальный ансамбль обошел участников из семи разных стран, некоторые команды из которых были явными фаворитами. Однако педагог старается не переоценивать важность турниров и подходит к этому весьма философски. Ну, я считаю, что дети не должны очень много выступать. Они должны сначала чему-то научиться, а потом уже вот этот наученный нужно показывать. Поэтому у нас конкурс – это не сама цель. Конкурс как итог нашей работы. В семье Тимофея Анурова его занятия художественными танцами поддержали все. В танцевальный ансамбль «Мелодия» к Ольге Анатольевне мальчика привел дедушка. Тимофей признается, что у него не все получается, но под началом строгого и в то же время любящего педагога новые попытки выполнить хореографические движения удаются значительно лучше. Для себя он выделил самую важную черту характера в работе своего преподавателя. Она обладает таким терпением, что она способна мне все объяснить, хотя другие педагоги бы уже фактически сдались. И это, я думаю, ее самая главная черта в преподавании – умение терпеть, терпеливость. По словам Ольги Анатольевны, занятия физически и духовно укрепляют и развивают юных танцоров. Классическая музыка в сочетании с танцевальными «Па» совершенствует учеников с каждой новой тренировкой. Однако это не все, чему может научить детей балет. Прежде всего терпение. Второе, кроме того, что я любящий педагог, но я и очень строгий, требовательный педагог, значит у них еще много смирения. И еще у них, конечно, высокая выносливость у этих детей, сами понимаете. Времени на смакование успехов у коллектива практически нет. Танцевальный ансамбль во главе с Ольгой Анатольевной уже готовит новый балет на музыку Антонио Вивальди «Времена года», который точно сможет удивить зрителей. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. С 2000-х годов в Видном регулярно организовывались турниры по любительскому футболу. Затем, к сожалению, наступил перерыв, но несколько лет назад эта добрая традиция возродилась, и уже третий год подряд проходит Видновская премьер-лига. Зимой в рамках этих соревнований проводятся матчи по футболу на снегу. Екатерина Коваленко побывала на первой игре турнира и понаблюдала за быстрыми, ловкими и азартными спортсменами. Температура воздуха минус 10, но мороз совсем не пугает любителей футбола, собравшихся на стадионе Винновской гимназии. Здесь стартовала зимняя любительская премьер-лига по этому виду спорта. Снега сейчас много, и всю ночь перед турниром организаторы активно готовили площадку к игре, чтобы ничто не могло помешать спортсменам проявить свои лучшие качества. Соревнования проводятся уже третий раз подряд, и в этом году за звание победителей будут бороться 14 команд. Общая численность участников – более 300 человек. Среди них есть как воспитанники спортшкол, так и просто любители. Здесь, в принципе, на одном уровне и непрофессионалы, и профессионалы играют. Абсолютно непредсказуемо, мяч может в любую сторону отскочить. Плюс на снегу приятнее играть в плане чего, не жестко падать. Можно делать те финты, которые в обычном, либо зимой на покрытии было бы сложно сделать, потому что можно либо повредиться, либо больнее упасть. Турнир на снегу проходит в формате 8 на 8 игроков. Честь провести первый матч и открыть премьер-лигу выпала одному из фаворитов турнира – футбольному клубу «Пролинг». А соперником его стала команда «Винатор». С первых же мгновений завязалась яркая игра на высоких скоростях, временами напоминавшая настоящее сражение. Причем специфическое покрытие только добавляет происходящему на поле зрелищности и драйва. Все 50 минут матча были чрезвычайно активными, и игроки обеих команд демонстрировали бойцовский характер и отличную спортивную форму. Футболисты признаются, что к тренировкам и подготовке к премьер-лиге они относятся очень серьезно. Мы собираемся два раза в неделю, ну, многие семьи, дети, поэтому у кого-то есть время на сборы, кто-то реже видится, кто-то чаще. Вот ребята, которые помоложе, у которых нет семей, детей, они почаще видятся. Что же нужно для победы в футболе на снегу? По мнению вратаря футбольного клуба «Пролинг» Ильи Волкова, это коктейль из нескольких составляющих. 50% минимум это удача, потому что мячик прыгает, все скользко, отскок непонятный, поэтому 50% удача, а все остальное это самоотдача, ну и мастерство игроков. По итогам встречи победу одержал футбольный клуб «Пролинг» со счетом 2-1. Впереди еще немало матчей и организаторы Видновской футбольной премьер-лиги, которые своей личной инициативой пропагандируют уличный спорт, будут рады любой помощи в подготовке к будущим играм. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 17 января, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. К вечеру мелкий снег, который начнется после полудня, может пойти сильнее. Температура минус 5 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин